Добрый день, уважаемые зрители! Мы с вами начинаем курс по производственному менеджменту. Лекция первая, ведение. Этот курс начинается параллельно с курсом по планированию в компании. Почему? Потому что очень много недопонимания в рамках производственного менеджмента. Очень много иллюзий. Я бы хотел их постараться все-таки развеять и, собственно, дать вам некое представление о том, как он устроен и как его необходимо автоматизировать, опять же, в рамках примера 1S ERP. Итак, что такое производственный менеджмент? Это управление процессом производства, так чтобы, как вы видите, при минимальном уровне затрат и сохранении уровня качества, обеспечить выпуск в должном количестве согласно технологическому процессу. Техпроцесс – это, собственно, технологическая карта о том, как это изделие должно быть сделано. И, соответственно, вот это универсальное определение подходит для любого производства, будь то производства танков, бутербродов, космических кораблей или чего угодно. Шитье в большом производстве, в маленьком. Собственно, автоматизация данного блока – это есть автоматизация управленческой деятельности, то есть управление процессом производства, то есть исполнением технологического процесса максимально близко к технологической карте. Ценность. Какова ценность данного процесса? Собственно, новая продукция, она рождается именно здесь. Если не управлять процессом производства, то все наши усилия, например, со сбытом, которые там с коммерческой деятельностью, мы устроили интернет-маркетинг, много усилий приложили, все эти усилия обречены на провал. Они не принесут никакого большого эффекта. Хуже того, если мы в рамках цепи поставок не приложим тщательные усилия к управлению процессом производства, то эффективность цепи поставок будет очень-очень-очень низкой, очень удручающей. И, собственно, наши с вами усилия, они ничего не принесут. Ключевые взаимодействия какие у производства? Не должно быть взаимодействия у производства, особенно вне рамок цепи поставок. Производство взаимодействует с планом, который оно получает. Может быть, от планов экономического отдела, может, от какого-то другого. Не суть важная. Я рекомендую это так. От закупок и, собственно, с логистикой. Логистика доставляет на производство сырьевые материалы и забирает с производства, собственно, готовую продукцию. В том числе логистика стремится доставить на производство человеческие ресурсы, людей, например, корпоративный транспорт. Ну, а закупки, они должны обеспечить такое количество сырья и материалов, чтобы логистам было что доставить в рамках плана для производства. Вот, в принципе, это ключевые такие базовые понятия. Дальше мы будем с вами тщательно рассматривать эти вопросы. Ну, а в конце мы постараемся автоматизировать один из моих собственных кейсов. Спасибо за внимание. До свидания.